Ну привет, братцы! То есть, извините, я хотел сказать Ну привет, братцы! Ха-ха-ха! Юбилейный 95-й Оскар состоялся в ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе и это традиционный краткий пересказ от Кино Огонь. Как обычно в программе, идиотские шутки про красную ковровую дорожку, беглый пересказ церемонии... Подождите, что? Мне сообщают, что не было красной ковровой дорожки? Значит так, Оскар, если не будет нарядов, я буду отрывать себе по пальцу сосиски за... А... А, она просто была не красная в этот раз? Ладно, давайте разберемся по ходу, обсудим, кто был самый красивый, кого безбожно прокатили, а кого божественно наградили. Поехали! Да, Петр, пара часов до Оскара остался, а мы с тобой не говорят женщины, ни Элвиса не видели. Непрофессионально, непрофессионально. Слушай, ну хотя с другой стороны, время-то на оба еще есть, может, со смартфона прямо сейчас и глянем вместе. Со смартфона? Ты че, Скорсез, за такие предложения по губам бы дал? Этот Скорсез просто новый Honor X8A не видел. Тут здоровенный, безрамочный, фулл-вью-экран. С этим смартфоном максимально погружаешься в кино, или в эти твои сериалы. Ты только попробуй новую серию Мандалорца включить тут. Или вот фоточки с красных ковровых дорожек полистать. Ты посмотри, какая яркость, какая детализированность. Я, Элизабет Олсен, теперь могу рассмотреть в мельчайших подробностях. Эм, ну вот это вот уже немножко крипово. Ладно, согласен. Какая Элизабет Олсен, когда есть имя Адамс. Также тут крутая 100-мегапиксельная камера. Всем лауреатам Оскара стоит такую выдавать, чтобы они смогли сделать самые красивые фоточки со сцены. Ну и дизайн. Ты посмотри, какой красивый цвет, какая толщина. И весит все это буквально ничего. Всего 179 грамм. Короче, не знаю, как тебе, а себе я этот смартфон продал еще на первых предложениях. Кстати, если вам тоже, то можете купить себе такой же по ссылке в описании. Ладно, уговорил чертяка. Давай включай свой лс. Вот. Вот это профессиональный подход. Красная ковровая дорожка. Только не красная. Итак, спустя 94 церемоний Оскар создатели вдруг заметили некоторое противоречие. Че это у них знаменитости фотографируются в вечерних нарядах на улице? Днем. В Лос-Анджелесе в это время еще не темнеет, так что в качестве выхода впервые за полвека дефилировать звездам приходилось в помещении, а там дорожка была цвета шампанского. Ну, или, как его знаем мы, мужчины без палитровой прошивки, бежевого. И это, конечно, было странненько. На видео выглядело эффектно, а вот фото выходили какие-то бедненькие. Вспышки сливали подсветку, и пространство становилось плоским. Получались вайбы людей, пойманных в тесной прихожей, с торчащим в углу кадра обрезанным цветочным кустом, как будто нельзя было отойти в сторону хоть на шаг. Да и на костюмах это сказалось по-разному. Марк Малкин, например, пришел в ненамеренном камуфляже и затерялся на местности. Наспери смогла бы затеряться на фоне клумбы в углу, и только для Холли Бейли такой свет стал плюсом. Мы ее хоть наконец-то разглядели, а то под водой там хоть глаз выкали. Ну и посмотрите, насколько интереснее. Выглядели фото просто в обратном направлении, с толпой и перспективой. Ну или просто Риана этим взглядом может сделать топовым даже фото на фоне мусорок в спальном районе. Кто еще смотрелся бы хорошо и в Л.А. и в Гальяново. Ну, безусловно, Дарин Карп. Еще неизвестно, где уместнее. Джеймс Хонг, он заранее готов к бою. Гарри Шам тоже сразу обозначил, что шарит за кроты. И пояс есть, так что может и навалять, гопникам не подходить. И, конечно, Руни Мара. Была на Оскаре, а выглядела как человек в маршрутке утром в понедельник. А вот явно бы не затерялась. В толпе в метро Дженнифер Коннелли. Она вечерком вынесла ювелирку, так что слепануло бы полвагона. Но за яркость образа местная полиция все простила. Ри и Захмед бы тоже не сошел за своего Выхина. Без рубашки, с розовым воротником. Хотя, что на самом деле мы знаем о Выхина? Эта шутка никуда не ведет. Продолжим. Рамчар Антеджа пришел в эффектном костюме, а Джон Чо с крутой бородой. Эй, подождите. Индус во френче и кореец со спаньолкой. А уж не культурная ли это апроприация? Хонг Чао заигрывала с фури лобби. Людвиг Йорнсон погуглил образы для вечеринок и пришел школьницей. Пол Мискал, конечно, сыграла отца, но все еще молодой, так что донашивает вещи за старшими, за брундуками. Ну а Леня Кравец представил образ-концепт религиозного хищника. Кстати, да, традиционные кастинги. Данай Гурира была представлена как лайф-экшн-версия Марч Симпсон. Габриэль Лабель сыграет ежика из Смешариков, а компанию в касте ему составят Скала в роли Бараша и Сальма Хайк в роли Копатыча. Так, подождите. Какая норма передозировки у звездочки? Ааа. Недостаточная. Джессика Честой наддала дань уважения квадратному корню. Барри Келган не успел разморозить пуговицы. Платье Зои Салданы отсылала и к пути воды, и к тому, какой стонкс у него случился. Анжела Бассетт пришла в родных цветах Фиорентины, а Флоренс Пью посмотрела, что главный тренд церемонии эффектный вырез, как у Холи Берри, Николь Кидман или Карри Делевинь, и по-быстрому намотала поверх изначальных шорт простыню. Вроде прокатила. Кстати, про Карри Делевинь она долго удерживала лидерство в зачете самых эффектных образов вечера, обходя темпс, чьи котировки понизила сама церемония, на которой наряд перегородил обзор половины зала, но все же на повороте на первое место вырвалась Эмили Блант. Белоснежный комплект забирает почетный приз экспертной коллегии Киноогонь. У мужчин же главными звездами стали. Педро Паскаль, он в этот вечер референсил советскую классику, его и там, и тут передавали, Генри Тадеуш Фаррел, который привел проветриться своего старика, Макар, пришедший в пиджаке с алфавитом из прибытия, чтобы все его выучили, узнали результаты заранее, и так нас подписчики в прогнозах и развалили, Джепетто и Пиноккио, Марсель, ракушка в ботинках, он там правда неудачно поскользнулся, а еще камень. Хотя подождите, а можем ли мы наверняка знать пол камня? Прозвучало как вопрос для Филомена Канг. А значит, пора переходить к неожиданностям. На дорожку заглянул Хаби Лэйм, так что если вас интересовало, как попасть на Оскар, то... А еще на церемонию пытался прорваться нежеланный гость Ковид, но Глен Клоус, у которой его нашли, успела остаться дома, и ее заменили в качестве выдающей награду, с ними, кстати, в этом году все было понятно, достаточно было посмотреть номинантом под ноги. Видите, Брайан и Тайри Генри фоткали сразу у Минуса, а Брэндона Фрейзера у Звезды. Смекалочка. Но, как ни странно, тем, кто уже знает результаты, история Фрейзера в этот вечер была не самой вдохновляющей, и самый длинный путь до этой церемонии проделала Келли Капур. Еще всего каких-то 10 лет назад она работала в бумажной компании и только грезила статусом селебрити, записывая первые треки. И вот судьба вознаградила. А потом пришел Канг и сказал, что хватит, ёпперс, это ему уже во всех мультивселенных из-за чертела это слушать. Хочется и догов, а этого дядю лучше не расстраивать, хотя у нас есть Жокер в лице Элисон Уильямс. Но это уже слишком перекрученные отсылки. Поехали к церемонии. Церемония. Само награждение разогналось с традиционного стендапа от ведущего. Джимми Киммел на опте неплохо прогрел зал кеками, правда, длилось это часовые фильмы «Теперь ваша очередь». Еще из хороших кеков про отсутствие Тома Круза и Джеймса Кэмерона, как два человека активнее всего звавших людей в кинотеатры, не пришли в кинотеатр. И, конечно, не обошли вниманием прошлогодний инцидент с Уиллом Смитом. Сперва ведущий сказал, что заботится о своей безопасности, так что если будет совершен хоть какой-то акт насилия, виновнику сразу будет вручена статуэтка за лучшую роль и гарантированную речь на 19 минут, а потом предупредил, что у него охрана. «Долорца» и «Человек-паука». И в этот момент Эндрю Гарфилд оформил главный мем вечера. Что-то среднее между вот этими двумя ребятами. Вообще, под кеки попали более-менее все главные фильмы, но когда это затянулось, Киммил сказал, что в этом году со сценой выпроваживать будут не музыкой, а танцем ребяток из РРР. И его действительно уплясали за кулисы. В этом году большинство номинаций объявляли подвое, и с подбором пар ребята прям постарались. Эмили Блант из «Скала», Майкл Б. Джордан и Джонтон Мейджор из третьего Крида, Сэм Джексон и Дженнифер Конноли, Морган Фриман и Марго Робби, пара котов Бандерас и Хайк, Элизабет Бэнкс и кокаиновый медведь. Да, это не шутка, это реально было. А еще, помимо других, ультимативная пара Элизабет Олсен и Педро Паскаль. Это, конечно, чтобы у экрана залипли и я, и Катюха, и чтобы не отвлекались на параллельно эфирившийся финал «Ласт оф Ас». Ну, или если вы больше по олдскульным ребятам, то для вас Энди Макдауэл и Хью Грант. Короче, объявлявшие иногда радовали даже больше объявленных, а ими в этот вечер стали. Пиноккио и Гильермо Дель Торо разогнали сразу с анимацией и да, грустно, что прокатили кота в сапогах, он суперский, но и Пиноккио тоже, в общем-то, заслужил. Следом Оскар сразу вытянул «Козырь из рукава». Лучшая мужская роль второго плана и ее ожидаемо забрал Кей Хью и Куан из «Везде и Сразу», а «Козырь», потому что Ке просто душка, его невозможно не любить, и речь он выдал эмоциональную, теплую и милейшую, многократно подчеркнув, что за мечтой можно идти всегда, и если ты родился в лагере беженцев, и если твоя карьера рухнула в небытие на 20 лет. Зал проникся, плакали даже объявляющие Ариана Дебосс и Трой Коцур, и тут же последовал второй заряд по слезным железам от той же команды. Лучшую женскую роль второго плана увела Джейми Ли Кертис, хотя ее победу прогнозировали менее уверенно. Джейми посвятила речь тому, что Оскар выиграла не она, а мы, команда, фильмы, ее семья, и даже любители тех жанровых проектов, которым она посвятила большую часть своей карьеры, и под конец она тоже расчувствовалась, вспомнив родителей Джанет Ли и Тони Кертиса, также номинантов на премию, но не лауреатов. В этот же эфирный блок уместилось и первое музыкальное выступление, Дайан Уоррен и София Карсон с песней «Эплос», замечательно поставленной по свету и хорошо исполненной, и казалось, что Оскар тупо лучший, разгон выдался невероятно темповым и эмоциональным. Однако же продержать в таком темпе и с таким накалом эмоций все шоу было бы запредельной мечтой. Впрочем, следом тоже было интересно, обычно мало говорящая нам номинация документалок в этот раз разразилась с победой Навального и чбёжного фильма, который стал сенсацией на Западе, но в наших краях, если не сидеть последние пары лет в коробке без интернета, может вызвать разве что повторение великого мема. На сцене были и создатели, и семья Алексея, и жена даже сказала пару слов, правда очень нервничая и с акцентом, но это второстепенно за смыслом. В этом же блоке награду вручали лучшему короткометражному фильму, и да, мы снова готовы принимать ваши поздравления, потому что спустя три года мы вновь вернулись на Оскар и во второй раз его забрали с нашей второй короткометражкой «Сказкой на ночь», которую, кстати, уже где-то в пределах месяца можно будет ждать на этом Ютуб-канале, обязательно посмотрите. Серьёзно? Вы что, не верите? Оскар взяли, вот же он. Что, я врать вам что-ли буду? Там Риз Ахмед вручал, плакал, говорил, я, как Илюха Ходорев, в этом фильме никогда не смогу сыграть. Гений, гений. Вы думаете, что у Кати-то не было? Она же получать ездила, вон и фотографии есть. О чём это я? Оскар после короткометражки тоже угорел по рекламе. В честь столетия Диснея показали трейлер «Русалочки», ну и бог им судья. Дальше пошли технические категории и началось восхождение главного технического доминатора года на Западном фронте без перемен. У нас на канале с ним отношения сложные. Думаю, если бы он взял лучший сценарий или, не дай бог, лучший фильм, я бы тут конкретно бомбил. Но вот к техническому вопросов мало. В этом фильм реально силён. Что ещё было сильно? Так это расхождение исполнителей песни из «Всё везде» и сразу с нотами. Чёрт его знает, что пошло не так, но Стефани Сью и Дэвид Бирн выдали очень тяжёлый для прослушивания номер. То ли они специально пели концептуально, то ли их что-то подставило. Но было больно. С другой стороны, Стефани вообще заменяла изначальную исполнительницу, так что респект за попытку. Ну и пальцы сосиски выдали, так что чего ещё желать? Попадание в ноты, ладно. Его всё-таки бы хотелось. Следующая номинация «Грим и прически» ушла киту. С одной стороны, там за это ответственен только Фрейзер, а с другой стороны, работа с ним была колоссальная. И выглядит на экране впечатляюще, так что точно не незаслуженно, хотя все номинанты были хороши. А потом Оскар снова дал время попиариться студии. В этот раз в честь юбилея Warner Bros. и стало ощущаться, что темп заметно упал. Шутка с выведенным осликом из банши, конечно, была милой, но, во-первых, это не настоящая Дженни, вы что думаете нас обмануть? А во-вторых, и не Ширину нужно золото, а не мема, а иначе сами знаете, что, откуда, куда отправиться. Лучшие костюмы в плотнейшей борьбе с Вавилоном, Элвисом и все везде и сразу неожиданно увела Черная Пантера. С другой стороны, почему неожиданно? Это наследственно. Первый фильм тоже награду забирал, и второй качество по этой части не потерял. Но из-за более тихого проката как-то в этот раз на Ваканду особо не ставили. Дальше был еще один хайлайт вечера, который все ждали. Живое исполнение НАТУ НАТУ, и оно оправдало высочайшие ожидания. Во-первых, было дико движово, во-вторых, мы получили доказательство, что этот танец вывозится не только силой монтажа, его можно исполнить и вживую. Потом снова была реклама, снова хотелось усыпиться, потом взбодрили объявляющие Бандерас и Хаек, но объявили они очевидную победу Западного фронта в лучшем фильме на иностранном языке. Чтобы хоть как-то скрасить невеселость номинации коротких документалки и анимаций, объявляли их Олсен и Паскаль. Черт побери, ждем фильм с таким кастом. Ну а награды забрали вот эти фильмы. Якутский док, к сожалению, не победил, а Оскар в этот момент несколько раз подряд испортил настроение зрителям и залу, жестоко обрезав речи победителям. Одному человеку сказать давали, а второго сразу выгоняли. И момент славы был не для всех, и выглядело это грустно. Так что потом оркестр одумался, но те, кто говорил вторыми в дуэтах победителях, уже были на очке и до конца церемонии торопились. Только вот толку тем, кого уже выгнали, это возможности сказать, возможно, важнейшие вещи в их жизни уже не вернет. Важные вещи, сказала Леди Гага. Песню из Топгана она исполняла по-простому, в футболке и самым визуально-минималистичным номером из всех. Она подчеркнула личность трека, но изменила исполнение и сделала его скучнее, чем в оригинале. И, пожалуй, в общем рейтинге номеров ушла на крепкое третье и четвертое место. В начале третьего часа церемонии пришло время больших свершений для западного фронта. Фильм подряд увел лучший худпост и саундтрек и появилось ощущение, что могут замахнуться даже на большее. В общем-то, не сказать, что незаслуженно. Музыка в фильме отличная и точная, худпост хороший, но с этими победами ушли последние шансы Вавилона хоть на что-то, и многие это простить не готовы. Зато в следующей номинации споров вообще быть не могло. Лучшие визуальные эффекты взял Аватар, и это можно было предсказать и без изучения языка из прибытия. Церемонию продолжил не особо смешной интерактив Кимил и с гостями, но зато в нем он наконец-то помянул недобрым словом Мэтта Дэймона. А мы уж боялись, что обойдется без этого. Музыкальную программу вечера завершала Риана с песней из Черной Пантеры, и это было хорошо. Крутое исполнение, ровное, стабильное, с классным визуалом, по чуть-чуть в разных компонентах лучше, чем другие номера, и уверенное второе место вслед за РРР. И после этого настало время главных наград, лучших сценариев. Было понятно, те, кто заберут награду здесь, автоматически становятся главными претендентами на фильм года. Например, забрали бы Банши и Фронт, были бы они. И даже, скорее всего, Фронт был бы главным претендентом. Но академики все же сказали, уже классическое... И победили Дэниелы со все везде и сразу. Во-первых, самые кислотные костюмы среди победителей. Красная рубашка Шайнерта, красный с золотым пиджаком Квана с надписью Панк. Ребятки и тут отметились. Шайнерт начал, сказал, что у него была мечта однажды взять Оскар, выйти на сцену и высказать все учителям, наказывавшим его с братом. Так что вот список. Но когда казалось, что все украдено у Совича, случился твист. На самом деле, это был список учителей, которым он благодарен. Что круто, я не припомню, чтобы кто-то благодарил учителей. Квант сказал, что его синдром самозванца только что пикнул и поблагодарил всех, кто его поддерживал, несмотря на собственную низкую самооценку, в том числе другого Дэна, уверенностью. Что прям терапевтически, если уж человек, который взял Оскар, чувствует себя самозванцем на сцене, значит и нам всем можно. Правда, единственное, забаншить. Речь, кстати, была довольно короткая. Возможно, ребята уже понимали, что еще сегодня успеют наговориться на сцене. Как, например, женщины, они говорили и они наговорили Саре Поле на Оскар за адаптированный сценарий. Было понятно, что этот фильм падает в номинацию и для него на этом все. Но еще и стало понятно, что на этом все для западного фронта. Дело ограничилось техническим признанием. На рубеже трех часов дело дошло до последней технической награды лучшего звука. Его забрал Топ Ган. И это приятно. Во-первых, заслуженно, как бы не были крутые остальные номинанты, а во-вторых, кино не обнулилось, хотя это произошло в этот вечер со многими. Четвертый час эфира открыла еще одна приятнейшая победа, которую мы все ждали. РРР забрал лучшую песню. Авторы музыки отметились и речью. Один из них сказал, что вырос, но дайте Карпентерс и дальше переделал куплет их песни под коротенькую историю работ над фильмом и радость всей Индии. Это очень классно и креативно запоминается. Музыкальный блок продолжила минута памяти для ушедших. Это, как всегда, было красиво и трогательно. Живую музыку обеспечил Ленни Кравец и Академия простилась с легендами и мастерами. В розыгрыше остались последние пять номинаций. И если до этого мы только подозревали, что все везде и сразу ждет триумф, то тут ребята вышли на вторую космическую. Лучший монтаж, в общем-то, абсолютно заслуженный, потому что он в этом фильме безумно крут. Хотя и Топ Ганн, и Элвис серьезные конкуренты, и монтажер сам сказал, что это безумие, ведь это всего лишь вторая его работа. А следом случилась и лучшая режиссура, и еще одна речь Шайнерта и Квана, ставших вторым режиссерским дуэтом победителей в истории. Они посвятили награду мамам всего мира, Кван поблагодарил родителей-иммигрантов, не имевших возможности заниматься творчеством, но давших такую возможность ему, а заодно обратился к сыну, сказав, что если он вдруг спустя годы это смотрит, ему не надо пытаться держать семейную планку, потому что это не нормальная планка. И вот, спустя три с половиной часа до конца осталось всего три шага, и первым из них стал тот, которого все так долго ждали. Лучшую мужскую роль все-таки забрал вернувшийся спустя годы в большую игру Брэндон Фрейзер. И что тут скажешь? Роль в Ките очень крутая, за мужчину очень приятно, первый герой полной хронологии камбэкнувший так высоко, Брэндон невероятно расчувствовался, тяжело дышал, и даже слова давались тяжело, но он поблагодарил всех за признание, которое пришло к нему таким сложным путем, от недооцененной им самим молодой популярности до провала и камбэка, плакал и в зале плакали, впрочем, все еще не так, как от самого Кита. Но это был определенно один из главных хайлайтов вечера, который к тому же обозначил сразу несколько тенденций. Во-первых, судя по всему, Баршини Шерина уходят ни с чем. А во-вторых, Элвис все-таки не становится вторым фильмом в истории с Оскаром и Малиной сразу, хотя казалось, что шансы очень хорошие. Предпоследняя номинация лучшая женская роль интриговала дуэлью Кейт Бланшетт и Мишель Ео, но в этот вечер все везде и сразу забирал все везде и сразу. Кейт Бланшетт, в общем-то, Эль впервые поднялась на сцену театра Долби. В речь она обратилась сперва к младшему поколению мальчишек и девчонок, выглядящих как она, сказала, что это пруф возможности исполнить мечту, а потом и к женщинам, сказав, что никто не имеет права говорить, что лучшие годы позади. Вышло очень вдохновенное и самая длинная речь, две с половиной минуты, но она уже на глобусе сказала, что будет, если ее выгонять музыкой, так что тут не рискнули. Количество побед к этому моменту все везде и сразу было уже такое, что они даже запушили собственный жест празднования, сложный лба-круг. Хотя, кто знает, может это на самом деле ноль, который после этой победы остался у Тарр и Фабелеманов вслед за Банши, Вавилоном, Бэтменом и Элвисом. И с одной стороны за все эти фильмы обидно, они хорошие, а с другой... И спустя три с половиной часа на сцену поднялся Харрисон Форд, чтобы объявить лучший фильм года. В принципе, к этому моменту интриги уже не было. Все везде прошелся катком, по всем основным номинациям и лишь получил последнее официальное подтверждение. Я до последнего не верил, что это случится, потому что прошлые годы меня приучили. Фильм, который мне кажется в году лучшим, за который я болею, у которого много номинаций на Оскар, в конечном счете кто-нибудь да обставит, причем максимально неожиданно. Лунный свет, форма воды или вообще черт знает кто. Но это был действительно тот самый год, когда впервые за долгое время ощущения лично мои внутренние от лучшего фильма в году и ощущения Оскара совпали. Знаю, это не для всех в комментариях уже много сгоревших, особенно от такого количества наград и от проката других хороших работ. Ну, что тут сказать, что мы можем сделать? Могу предложить утешительный бейгл. Хотите? Нет? Ну, как хотите. Таким получился этот Оскар. В конце Киммил перевернул циферку, обозначив первую подряд церемонию без происшествий. Ну, так ли это хорошо? С одной стороны, да, получилась ровная олдскульная церемония, приятное возвращение к корням и нормальности после ковидных лет с хорошими победителями, а с другой, запомнить этот Оскар можно будет разве что вот только по ним и все. Лучший мем Гарфилд, кринжа, скандалов нет, что вроде и приятно, все интеллигентно, а вроде и скучно. Напишите, как вам больше нравится, когда происходит какая-нибудь незапланированная кринж-драма или когда все ровненько, стабильненько, спокойно, интеллигентно, но без запоминающихся хайлайтов на годы вперед. А я наконец-то пойду спать, ищу какую-нибудь вселенную в этом бесконечном количестве мультивселенных, где это видео уже смонтировано, и мне это делать не надо. И гряна уже собрала полмиллиона просмотров. Последний интересный факт на сегодня. Вы знали, что теперь фильмы «Замороженный калифорнийец» и «Мумия-3», «Громница императора дракона» могут похвастаться актерским составом сразу с двумя лауреатами Оскара. А пока, пока. Пока.